Данёке вчера тоже перепал. Перепала кукла, Данёльке подарили. Куколку Б, которую мы забыли. Ух ты! Какая куколка! Давай откроем. Курсичи, Данёка. Вау! Канда я демэ, шаша демэ. Какая красивая куколка. Волосики, у неё реснички есть. Да, Бупа это. Бупашка, Лялечка. Вот, ещё расчёска и смотри. Будешь причесывать ей волосы. Бупа, Бупан, чаш на тарах. Ой, молодец! Жилеточки она такая, модняшка. Тапочки у неё и сумочка. Ух ты! На игры, играй. Хочу показать вам кое-что из наших развивашек. Новенькое. Вчера забежала в Магнум, который здесь у нас находится поблизости. Около дома. И выбрала такие вот две развивашки. Это может ваш малыш. Возрастная категория 1.3. Как раз мы сюда вписываемся. Вот первая, это Бумажные крошки. Мне очень понравились эти книжки. Давно к ним приглядывалось, но всё никак не могла подобрать. То не подходило по возрасту. Занятия с детьми от 1 года до 3 лет. Очень такие красочные, яркие картинки. Здесь я всё прочитала. Помощь для чего, что развивается благодаря этим книжкам. Как использовать правильно эти книжки. На каждой странице своя история, своя сказка. Список того, что нужно для поделок. Суть этой книжки в том, что вот здесь вот на каждой странице своя история, как я сказала. И есть пустое белое пространство, которое тоннелька должна заклеивать. А вот здесь вот в середине есть вот такие вот прямоугольные картинки. Подписаны они. Хлебные крошки, это печенье, это гречка, это у нас коктейль, кукурузный хлопья, посыпка для кулича и так далее. Суть в том, что вырезается этот прямоугольник. Допустим, мне нужен вот этот вот для кулича. Доннелька его рвет на мелкие кусочки и заклеивает туда, куда нужно. Допустим, хлебные крошки мы будем приклеивать вот сюда. И не обязательно полностью, чтобы все края хлебных крошек были заклеены. Даже если будут края немножечко выпуклые, недоклеенные, это будет придавать эффект такой, пышный эффект. Кстати, так и написано в книжечке. Подсказки для родителей. Здесь вот кормим птичек. Здесь у нас украшаем пироженки. А вот она посыпка для кулича. Очень понравилась мне эта книжечка. Взяла я специально уже маленький клей, чтобы в ручку хорошо было удобно держать. Потому что у нас клей он побольше, потолще. Саму буду ее учить вот сюда вот намазывать клей и сверху уже клеить. Рывать бумажки она у нас профессионал, так что с этим проблем не будет. Вот такая вот прелесть. Мне очень понравилась. На улице, пока Доннелька там играла, я разглядывала. После этого я уже купила. Очень здорово. Будем заниматься. Так, вот это первая книжечка. Вторая книжечка, это тоже бумажные аппликации. Здесь у нас практически то же самое. Единственное, что нужно здесь вырезать все фигурки. Допустим, здесь слоники играются с мечами. Здесь у нас горошинки нужно приклеить. Это у нас рыбки в аквариуме должны быть. Здесь будем заклеивать мы... Сюда будем заклеивать грибочки ежику. И вот все, что нам нужно вырезать аккуратно. Это, конечно, я уже буду сама вырезать. Рыбки, грибы, птенчики, домик даже. Самое сложное на последней странице это домик построить, заклеить. Очень мне понравилось. Будем почаще брать такие книжечки, заниматься. Развивать нашу доченьку. Потому что мелкая моторика хорошо влияет на то, чтобы ребенок быстрее начал говорить. Это один из таких моментов, факторов. Вот такой вот домик будем сюда строить, клеить. И картинка очень яркая. Вот такая вот у нас новиночка развивашка. Супер, прелесть. Я думаю, почему там так тихо? Где там Данелька? Сыр! Сыр! Да, забрала Данеля. Сыр плавленый. И спряталась у себя в домике. В палатке сидит, ковыряет ножичком. Да! Данек, ты что там его размазала? Пойдем будем вытирать. Ты вот так кушала сыр? Вкусно что ли? Садись за столом ешь. Спряталась. Раз уж такая была тишина 5 минут, я думаю, что-то там неладное. Макса розочки уже начали ввять. Один совсем завял. И вот этот вот тоже. Мне кажется, уже его не реанимируешь. А вообще я розочки подрезаю кончики, вот так вот наискосок, и в сахарную водичку. Водичку каждый раз меняю, засыпаю туда сахар. И вот эти вот крайние лепесточки убираю, там одну, две, три штучки. И если в самом низу есть листочки на веточках, на вот этой вот веточке, то тоже убираю. И розочки держатся дольше. Красивый букетик. Такое сочетание красивое. Оранжевое, розовое и вот светло-зеленое салатное. Красивое. И я еще не люблю букеты, где много лишней бумаги. Это мы платим, по-моему, за бумагу, а не за цветы. Вообще, даже если мне просто подарят полевые цветочки, никуда не завернуты, я буду очень рада. А здесь все лаконично, все спокойно, так, как я люблю. Макс знает, что я не люблю, когда слишком пышные букеты ей всегда дарят вот такие вот. Брала все лишнее, остается один живой цветочек. Нет, это нельзя трогать, это должно вот так вот стоять красиво. Кстати, у меня вазочка разбилась, поэтому держим цветы в таком стакане. Эта крошка пивная Максу дарил друг на день рождения. И вот этот вот один цветочек умирающий я отставила в другой стакан. Ну, знаете, в виде эксперимента я хочу, чтобы он ожил, убрала лишние лепесточки. Вот смотрим, вдруг оживет. Бывало такое, что я реанимировала цветы, которые уже вот-вот должны были скончаться. Засыпала туда сахарочку и вот сюда сейчас засыплю сахарочку, свежей воды налила. Раньше я, кстати, вот эти вот лепесточки, которые были увядшие уже, хотела на дольше сохранить, на память. Откладывала в книжечки, они у меня там подсыхали. И вот, когда перебираешь книги, вот недавно это было столько у меня всяких там лепесточков, всяких цветов, вот такие вот веточки тоже свадебные мои, с моих проводов тоже. Паукеты, цветочки сохранялись. Правда, уже потом не помнишь, откуда этот лепесточек, откуда этот. И сейчас уже как-то не хочется этим заниматься. Ну, положила его сюда, пока пусть красуется на столе. Кстати, кажется, способ убрать игрушку на недельку или на две помог. Да, наверное, соскучился по своим вкладышам. Попросила достать, попросила разложить. Интересно, да, ребенок разговаривать не может, а ты его все равно понимаешь. Хватает одного жеста, чтобы понять, что он хочет он от тебя. Дети! Садись. Ну, давай, я сяду. Ну, давай, собирай, дочь. Нет, ты поставь, кто нас вкладывает. Где цветочки, где? Ух ты! Ну, а дай, дай, дай. Коя? Коя там надо? Коя? Менее! Коя такой ясный? Менее! Менее! На вот эту куда положишь? Правильно! Эту куда положишь? Вот, единственное, здесь треугольник неравнобедренный, неравносторонний. Я уже забыла, как называется, правильно? И ребенку нужно еще догадаться, что его нужно повернуть, вот как сейчас. Может быть, так и задумано, в принципе. Вообще, это моя самая любимая игрушка среди всех, которые я видела в интернете, среди тех, которые есть у нас, супер, мне вот эта вот очень нравится. Мне кажется, и Данельке она нравится. Единственное, нужно время от времени ее спрятать, потому что бывало, что я достаю, раскладываю это все, а она берет все, либо разбросает, либо... Давай я помогу. Либо, ну, не знаю, не по назначению играет. И вот нужно, чтобы она немножечко соскучилась по этим игрушкам. На, эту куда положишь? Ага, я тебе подказала немножко. Вот эту куда положишь? Молодец! А эту куда положишь, звездочка? О, вот этот цветочек куда положишь, красивый. Да, цветочек куда положишь? Правильно! А вот эти листочки куда положишь? Листочки. О, мотоцикл там на улице ездит. Где листочки? Я их сама почему-то не вижу. А, вот они! Молодец! О, а теперь... Вот эти кругляшки! Шарики, кругляшки! Куда положишь? Ти! Да, шарик! Шарик у нас Ти! Давай, доченька, не останавливайся. Куда положишь шарик? Ну-ка! Нет, а ты тоже балуешься. А еще мы приучаемся за собой убирать игрушки. Она просит какие-нибудь игрушки. Я сначала говорю, что нужно убрать сначала все со стола отсюда. А потом я дам уже другие. И она собирает. Не всегда. Аккуратно, конечно, она собирает. Молодец! Главное похвалить. И тогда ребенок захочет делать все. И теперь можно и другую игрушку. Молодец! Давай! Что тут у нас? Ух ты! Половинки! Эти половинки мы сейчас редко играем, потому что немножечко сложновато их складывать. Тут можно складывать точно-точно, чтобы все вошло в края. И вот она покусала еще Мишку. Я пыталась его реанимировать, но у меня не получилось. Тоже раскладываю их вот так вот. Половинки. И помогаю ей иногда. Но чаще всего она сама находит, где половинка от машинки, допустим. Где половинка от утенка. И пытается вот так вот сложить друг в дружку. Еще очень важно тут немножечко надавить, чтобы картинка была вот такая вот целая. Не ломалась, а была целая. Все, с Мишкой мы распрощались. Мяу! Ух ты! Где половинка Мяу? Где половинка? Это не Тигр, это Мяу. Где еще Мяу? Мяу? Мяу, если не получается. О, получилось! Молодец! Мяу! Да, Мяу, киса. Молодец! Давай вот сюда отложим. Теперь кого будем собирать? Гриб. 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 Ёлка, доча! Где ёлка? Теперь вторую. Держи. Держи. Вот, сверху положи. И надави немножко. Бас! Молодец! О, ёлка получилась! О! Туда положи, наверху. Вот, сюда положи. То, что у тебя получилось, вот сюда будем складывать. Утя, утя! Эй, не надо рвать. Утя, утя. Да, утя, утя. Где еще утя, утя? Вот! Так, эту положи сюда, а эту наверх складывай. Вот! И это бас. Нажимай. Ой, молодец! Ура! Ну, как-то так мы играем вот эти вот половиночки. У нас сегодня день получился такой. Да, развивашки. День развивашек. Попросила наше достать из магазина Мини-Со. Купили мы вот такой вот пластилин. Единственное, он сохнет. Пока он в закрытой упаковке, он хорошо себя держит. И после того, как уже откроешь, он уже высыхает. Нужно в такой герметичной упаковке держать. Даже просто вот в своем, в таком пластике высыхает пластилин, если он без целлофана. Давай, держи. Я не знаю, как другие пластилины. Может быть, они тоже быстро высыхают. А так, в принципе, классная вещь. Нам нравится сидеть, мять. Вот, Данелька знает, что нужно туда заполнить. Но чаще мы заполняем вот эти вот фигурки. Здесь есть самолетик. Здесь есть лев. И клубничка. Давай, Данек, в клубничку положим. Положи туда. Клубничку положи. Бас, колмин бас. Нажимай вот так вот, положи сюда. И теперь нажимай пальчиками. Придавливай. Так, молодец. Ух ты. Молодец. Давай, теперь пальчиком придавливай. Молодец. Ой, все правильно делает, Данека. Вот, вот так. Еще, придавливай еще. И сейчас у нас получится... Это кто? Тигр. Р, тигр. Молодец. Лев. Так, сейчас у нас получится лев. Тигр. Ой, смотри, лев получился, дочь. Р, лев. Р, лев получился. Молодец. Ух ты ж. Ну, как-то так развлекается наш ребенок. Пока мы остановились на этом, посмотрим, что будет у нас дальше. Пока Данелька спит, я ознакомилась с описанием, с рекомендациями для родителей. Решили мы начать с бумажных крошек. Эта книжка полезна для развития координации, ловкости рук, ориентироваться на картинки, быть аккуратным. Также советуют, чтобы ребенок не только в удовольствие это делал, но и на пользу, нужно заниматься по этой книге один-два раза в неделю по пять-десять минут. Как только нас хочет убрать и продолжить на следующий день. Ну, в принципе, мы так и делаем. Но я не думала, что один-два раза в неделю этого достаточно. Думала, нужно почаще. Стимулирует его творческую активность, обогащает речи ребенка, знакомится многими явлениями окружающей жизни. Очень интересно. Вот здесь вот, допустим, начнем мы с первого листочка. Здесь у нас сказочка, мини-рассказ о каше. О том, что бабушка приготовила для Маши кашку. Сегодня гречневая кашка. Предлагается вот это вот белое пространство, тарелочку, намазать клеем. Либо кисточкой клей ПВ, либо клей-карандаш. У нас клей-карандаш. Предварительно я вырежу вот эту вот часть с гречечкой. Она с двух сторон, такая гречневая. Каждая страничка двусторонняя. Разорвет Данелька на мелкие части эту гречку и насыпет на тарелочку. И сверху здесь предлагается кашка с маслом. Сверху мы небольшой кусочек масла, вот оно, желтенькое масло, тоже положим на кашку. Музыка. 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 Гречневую кашку Данелька уже сварила. Маша и кошечка поили. Уже осталось немножечко. Ну ладно, на самом деле еще у нас есть больше половины. Теперь мы... Ага, заклей молодец. Теперь мы будем кормить птичек. Вот у нас есть кусочек хлеба. Сейчас Данелька будет кормить хлебушком птичек. Сюда намажь. Клей, который я взяла маленький, почему-то в нерабочем состоянии не крутится. Думаю, достала какой есть большой. Хорошенько намажь, доча. Держи. Так, молодец. Вот так вот сейчас птички будут кушать хлебушек. А что его рвать? Вот так вот далеко мы положим хлебушек. Недолго думая, Данелька решила сделать это. А птичка будет кушать хлебушек. Ням-ням-ням. Вкусно как. Ням-ням-ням. Да, кто там еще есть? Покорми мальчика. Ой, собачка кушает, что ли? Собачку покормила. Молодец. Пальчиком придавливай. Колмин, бас, куслай бас. Оп, молодец, куслай. Угу. Все, всех покормили. Птичек покормили. Собачку покормили. А, еще будем кормить, да? Такие картинки яркие, реалистично выглядят. Ой, еще раз собачку покормишь. Ага, молодец. Хлебушком всех покормила Данеля. Здоровские книжечки. Мне очень понравились. Будем теперь другие серии покупать. Все. Холодец. Хлеб, хлеб. Холодец. Холодец. Продолжение следует...